День Конституции в Украине отмечается ежегодно 28 июня. Он не празднуется помпезно, в этот день не устраивают салюты и масштабные праздники. Несмотря на это, сам праздник имеет полное право считаться одним из важнейших в стране и одним из самых недооцененных. Если говорить об общих понятиях, то Конституция – это основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Проще говоря, это закон, в котором прописаны основные правила, в котором должно формироваться государство и жить его жителям. Действующая Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года на пятой сессии Верховной Рады Украины. Над основным документом страны тогда шла работа в течение 23 часов. В итоге, в ночь с 27 на 28 июня Верховная Рада приняла Конституцию и проголосовала за нее 315 депутатов. В Словодище, в день Конституции, прошел, пожалуй, самый уникальный митинг, на котором присутствовали только работники телевидения и работники культуры. Это свято, свято символ национального объединения и загальной ответственности за сегодня и майбутнє, а еще и велика данина героичному минулому нашей Батьковщины. Тож, нехай демократичные засады, закреплены этим важным документом, станут реальными наше сьогоднее. Дух законности прийде до сердца каждого гражданина, а мир и взаиморозумение сприяют подальшой расстройке нашей государства. Статья 1 Конституции Украины. Украина является суверенна и независимая, демократичная, социальная, правовая государство. Статья 20 Конституции Украины. Державными символами Украины є державный прапор, державный герб и державный гимн Украины. И сегодня под синьо-жовтым прапором, под охороной золотого тризуба, живая и развивается новая Украина, которую мы с вами любим, строим, 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 строим и строим, и в которой будут жить наши дети, и онуки, и правнуки. Существуем нас! С Днем Конституции Украины! Еще не в мела Украины ни слава, ни воля, Еще нам, братья-украинцы, усмехнется доля. С Днем Конституции Украины! Славичаны вносят гидный вклад в сместение Украины. Вдохновляючи статус великой, справедливої державы, зберегаясь и увеличивая ее богатство, шанують ее державные символы, героя историю, многонациональную культуру, вековую традицию и верить в гидные майбутние Украины и Славутича. Белый ангел Славутича, символ святлого дня, Белый ангел Славутича, ты надея моя, Белый ангел Славутича, ты надея моя, Белый ангел Славутича, ты надея моя, А молодь – это майбутние страны. Конституция Украины охраняется ее интересы, и право на свету и гармонийный развитие жизни. Сегодня с Державным святом мы назначаем День молоди. Наша Держава молода, молоде наше місто и молоді его мешканцы. Украина верит в свою талановиту и працелюбную украинскую молодь, яка матиме гидное життя и светлую долю. Но ей еще надо научиться жить за законами Конституции. От имени Славутича молодежи песню про Украину спела Ольга Фищук. Своим незлавным духом, влучным словом, любовью до всього украинского, до людей, до батьківщини назавжди в наших сердцях Тарас Григорович Шевченко. Его все поглинаюче, непереборне бажання вільного, счастливого та достойного життя для свого народу є прикладом для наслідування, а творчість його актуальна і сьогодні та являє собою неоціненний скарб, культурну спадщину великого патріота своєї батьківщини. Для вшанування пам'яті видатного сина українського народу запрошуємо присутніх покласти квіти до погрудня Тараса Григоровича Шевченка. А в фінале – общая фотографія участників мітинга к Дню Конституції. Как обычно, накануне праздника проходят различные тематические опроси. Один із таких опросів, як сообщає інтерфакс у Ксаліна, показав, що только 15% українських граждан хорошо знают Конституцію. При цьому 81,6% опрошених считають, що Конституцію треба знати обязательно. Напомню, основні права українців, записанних в Конституції. Неотъемлеме право на життя, право на свободу і личну неприкосновенність, право на невмешательство в личну і семейну життя, право на свободу передвиження і свободний выбор життя, право на свободу мисли і слова, право на свободу мировоззрення і вероисповідання, право на мирные собрання і митинги, право на труд, право на отдых, право на охрану здоров'я, право на образование, право на свободу творчества. Хорошая Конституція. Хотелось би жити в такій країні, де така Конституція. Вопрос только в тому, щоб її исполняли, причем все. Дякую за перегляд!